Так, всем шелтерин. Давно у нас не было ноутбуков. Уже обленился что-то делать и решил начать вот с этого. Lenovo G5030. Вроде бы здесь ничего сложного не должно быть. Банально его надо почистить, но он в ужасном состоянии. Примерно вот в таком. На нем, наверное, ели и курили, и вейп. Короче, не знаю, что с ним еще. Я батарейку вытащил на всякий случай сразу. Он между мной лежит, то никак руки не дойдут. Даже страшно доходить до такого. Клаву надо будет, наверное, помыть под водой как минимум. Скорее всего, внутри будет система вентиляции, забита каким-нибудь. Эти винты не растерять еще. Сейчас будем разбирать. Здесь, я думаю, тут заднюю крышку сейчас снимем. Возможно, даже его весь не надо будет разбирать. Может, здесь сразу система охлаждения будет, не помню. Вроде бы я G5030 даже разбирал. Что-то название знакомое, по крайней мере. Так, вскрытие показалось. что у нас здесь пассивное охлаждение, нет вентилятора. Соответственно, нечему втягивать всю грязь. Это спасло его, мне кажется, как минимум. Так, здесь нет видео ядра, видео чп. Видимо, здесь в процессоре либо в хабе. Видео адаптер. Будем сейчас дальше открывать. Здесь не получится снять радиатор, не сняв все, как я думал. Так что придется разбирать полностью. Здесь уже смотрю. Разбирался, видимо. Начинал, по крайней мере. Пломбы все сорваны. Продолжим дальше разбор. Так, все ближе к концу разборки. Здесь вот снял клавиатуру. Маленький шлиф какой-то замятый. Судя по тому, что тачпад отключен. Сюда уже тоже долазили до этого места. Кнопка включения вроде подключена. Будем дальше. смотреть. Здесь, конечно, все ржавое. Какое-то ржавое, короче, в непонятном состоянии. Даже не знаете, не ржавчина, что-то другое. В общем, здесь винтики разные. В основном все либо 6,5 длины, либо 6. Толщина у всех 2 вроде бы. Но, тем не менее, даже одна клавиша сплавленная есть. Даже боюсь представить, что с этой клавой делалось. Так, будем дальше смотреть. Так, снял верхнюю панель. Здесь вроде ничего криминального больно. Не видно. Все в пределах. Никаких повреждений. Есть, конечно, какие-то окисления небольшие. Надо будет здесь бензинчиком пройтись. Наверное, возможно, где разъем клавиатуры тоже какие-то окисления. Держится на трех винтиках. Здесь с треугольничками отмечены два шлейфа. Этот у нас правый USB картридер. Что-то там еще. Это DVD-ROM. Здесь винтики от охлаждения идут на контурш в этой шайбе или что-то. Чтобы они не снимались. Я крутил-крутил. Думаю, что они не снимаются. Здесь один разъем под оперативку. Зато есть под SSD разъем. Это очень неожиданно. Что приятно. Правда, здесь маленькое расстояние, но такие SSD тоже продаются. Короткие. Здесь место под видеочип и память видеочипа. Сейчас снимем и охлаждение посмотрим через процессор. Судя будет. Надо будет все это почистить. Сейчас максимально все это почистим. Потом уже будем пробовать запускать. Здесь как будто какие-то окисления снизу. Такие дела. Так, снял охлаждение. Термопаста, конечно, не пожалели, но она здесь так и не нужна в таком объеме. Здесь только у нас по центру кристалл. Нет рядом второго кристалла, который отвечает обычно за хаб. Видим, у нас такой компактный комбайн. Уже мне второй или третий раз такой попадается с одним кристаллом. Здесь у нас соответственно все и хаб, и процессор, и видеочип. Больше здесь никаких нет. Есть еще только мультиконтроллер и все. С этой стороны, кстати, тоже еще память можно распаять под видеочип. Вообще платформа довольно-таки интересная. Здесь если еще добавить видеочип и ssd и оперативки на 4 гига, то он довольно-таки мощнее будет. Ну и соответственно охлаждение с вентилятором. все это для этого есть. Так, ладно, сейчас будем менять пасту и потом будем все оттирать. Здесь даже в HDMI развеем какие-то окисления. Страшно. Может быть из-за этого чего-нибудь здесь коротил даже. Не знаю. Страшное отложение. Так, собрал все обратно. Как видно, ноут включился. Возможно, и до этого включался. Единственное, что я заметил, это вот на этом шлейфе от кнопки есть продавленное место от винтика с той стороны. Возможно, винтик не той длины заворачивали и он достал до шлейфа и передавил шлейф. Может быть из-за этого кнопка не срабатывала. Сейчас это место изолировал. Там две дорожки передавились. Не знаю. Надеюсь, они между собой не коротят. Но вроде бы включается. Правда не с первого раза на кнопку нажалось. Может быть еще вот вместе кнопки какие-то залипания. Сейчас вроде нажимается из белая. Ламочка моргает сверху, потому что без вентилятора как-то непривычно определять включился он или нет. Хотя здесь индикация тоже загорелась снизу. Подключим жесткий диск еще. Я думаю, что еще он поживет этот ноут. Крепления здесь уже вырваны. Хотя там и винтиков не было. Вроде бы петли закреплены нормально и крышка будет держаться и без этих винтиков. Теперь главное в то место либо вообще ничего не заворачивать. Этот винтик держит радиатор в одном из трех мест. Два остальных винтика вроде бы родные. Они короткие, а этот длинный почему-то. Наверное, не тот винтик завернули. Еще не знаю, что с клавиатуры делать. Поищу. Думаю, что вряд ли она работает. Если и работает, то неполноценно. Но если рубли за 500 найду, я думаю, может согласятся поменять. Думаю, 500-700 максимум она должна стоить. Остальное монитор показывает. По характеристикам я еще толком не посмотрел. Только оперативку. что на 4 гигабайта. Такой процесс еще будет интересно. Хотя здесь написано Intel. Но обычно, когда Celeron пишут Celeron, это скорее всего диспенсион. Но это не точно. Чуть-чуть оттер его. Но все равно, конечно, грязноватый он еще. Ладно, сейчас до конца соберу еще. Потом дозапишу. Так, еще по винтикам здесь все-таки три типа. Два с половиной на шесть, два на шесть. Здесь короткий, скорее всего, где шлейф идет. Потому что здесь два коротких было. Хотя не факт. Я сюда не стал заворачивать. Короткий завернул под Wi-Fi антенну. Возможно, там был длинный два на шесть. Два с половиной на шесть в основном по краям идут. Вот в месте, где петли, его есть посередке, сверху под аккумулятором. А остальные все два на шесть идут длинные. Вот. Так, с горем пополам ноут включился. Очень долго включался. Похоже, здесь проблема с жестким диском. Судя по названию демон, я понял, что здесь не демон, а скорее демон. И картинка на рабочем столе это подтвердила. Здесь какой-то суклуб нарисован. Здесь еще то ли правая кнопка мыши заедает, то ли на клавиатуре заела клавиши правой кнопки. И постоянно нажимается правой кнопкой. Тачпадом невозможно пользоваться. Но это мы потом со временем сейчас решим. Хорошо хоть включился. Так, клавиатуру отключил, это не помогло. Все-таки дело в тачпаде оказалось. И скорее всего даже не в кнопках, а в самой области тачпада. Скорее всего из-за грязнения, потому что после того, как я протер ее влажной салфеткой, вроде бы перестал нажиматься. Так же у нас здесь стоит процесс Celeron N2830. Я думал здесь Pentium. Два гига оперативки. Видеокарта. Intel HD просто написано. Но, несмотря на все это, здесь еще стоят какие-то игры. То есть демон, демон. Еще в счет здесь даже играл. Стоит просто Windows 8. Даже не 8.1. Ни разу не обновлялась. Я думаю обновить до десятки ее. Или это будет слишком тяжело для нее. Пока не решил. Клаутор пока еще не смотрел. Но в принципе пользоваться уже можно. В таком состоянии. Так что на этом закончим. Если что-то еще будет интересно, запишу. Скорее всего я отдам его в таком состоянии. Всем пока. Так. По скриптам весь сербор похож был. И вот из-за этой кнопки правой тачпада. Она постоянно нажимается. Скорее всего из-за того, что здесь ни фига не держится. И она постоянно на ней лежит. И нажимает ее. Так-то вроде она щелкает нормально. Не сказать, что она вжатая. Хотя была мысль ее просто выпаять. Я попробую просто какие-то вот. Таким сделать ограничители. Чтобы пластиковая штука до нее не доставала. Надеюсь не придется выпаивать эту кнопку. Поехали. 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 Продолжение следует...